Бой с противником, у которого холодное оружие. Показательным выступлением юниоров в Липецке открылся седьмой чемпионат ФСБ России по рукопашному бою. Соревнование среди силовиков традиционное. Уже успело заслужить весомый авторитет, став одним из наиболее престижных в стране. Опытные тренеры считают, приемы такого единоборства необходимо знать всем сотрудникам силовых структур. Это должен делать каждый оперативный сотрудник. А вот уже биться на ковре, это уже спецназ должен быть обязательно участвовать. Потому что это морально-психологическая подготовка для ведения боевых действий. У нас много героев из России, кстати, по рукопашному бою, орденоносцы. И тем, кто рукопашный бой помог при несении службы. Эти парни не понаслышке знают, что такое столкнуться с противником лицом к лицу. Мурманск, Ростов, Липецк. Всего 25 регионов. Чемпионат собрал около 200 сильнейших бойцов сборных команд из органов безопасности, ограниченных управлений и учебных заведений ФСБ России. Среди них победители международных и всероссийских состязаний, чемпионы мира и Европы. Наш чемпионат еще осуществляет такую коммуникативную функцию. То есть он дает нашим спортсменам возможность познакомиться друг с другом и пообщаться в атмосфере внеслужебной. Что в конечном счете поможет им и при осуществлении своей служебной команды. Капа, перчатки и дружественное приветствие друг друга. А дальше только сосредоточенность на противнике, приемы и болевые захваты в деле. Спортсмены встретились на ковре в трех весовых категориях. За поединками пристально смотрит опытная судейская коллегия, в составе которой 22 человека. Среди них – судьи международной категории. Ударная техника оценивается, борцовская техника оценивается. И комбинации запрещены удары локтем, запрещены удары по лежащему бойцу, запрещены удары коленей и ногами ниже пояса. Лучшего бойца в каждой весовой категории определят в течение трех дней. Дошедшим до полуфинала будет присвоено звание «Мастер спорта». 5 декабря состоятся финальные поединки за звание чемпион ФСБ по рукопашному бою. Впервые в этом году в Липецке разыграют именной кубок в честь памяти погибшего при исполнении сотрудника ФСБ Юнуса Гусейнова. Дмитрий Курмаков, Анатолий Гончаров. Липецкое время. Продолжение следует...